Все мы живем в мире, где постоянно что-то происходит. День сменяет ночь, рождение, старость, смерть. За каждое действие мы получаем результат, будь он положительный или отрицательный. Казалось бы, что все имеет свои точные границы, свое понимание и обозначение. Но я хочу поговорить о том, что за всем этим логическим порядком стоит хаос из неопределенности и огромного количества выборов, сделав которым мы можем поменять результат не только отдельных последствий, но и саму жизнь, даже само понимание жизни. Давайте поговорим о том, почему все не имеет точного смысла. Когда я говорю все, это значит, что абсолютно все. Я не беру на себя функцию первооткрывателя или ученого, я просто стараюсь мыслить, наблюдая за окружающей действительностью, что мне помогает расширять собственные границы и уже делиться этим с вами. Итак, начну с того, что есть огромное количество теорий, гипотез, философий, религиозных взглядов, научных и обывательских точек зрения. Но что их все объединяет? То, что они все имеют место быть и все они применимы к нашей жизни. Хотя некоторые, конечно, больше, некоторые меньше, однако это еще не все. Есть те, кто верит теорию Дарвина, а есть те, кто верит в Аллаха, макаронового бога, духов и даже в силу своего я. Есть те, кто следует научной доктрине и те, кто верят в мезофизические, магические, эзотерические и духовные направления, однако нет точных данных, какая из них является стопроцентной и единственно верной. Отсюда я делаю вывод, что помимо приверженности и внедрения в свою жизнь той или иной теории, люди еще не имеют точного понимания, правильно она или нет. Есть уверенность, но не абсолютная истина, и это разные вещи. В какой-то мере можно сказать это цитата Эйнштейна, что все относительно, но даже это не точно. К этому еще вернемся. В этом видео я взял лишь направления, такие как наука, эзотерика, философия и религия, но что самое интересное, это происходит на всех уровнях. Вы не найдете точного ответа ни на один вопрос, который мучает людей на протяжении вот уже тысячелетий. Даже такие простые бытовые вещи, как взаимоотношения, воспитание детей, бизнес, работа, обучение, кулинария, путешествия и так далее и тому подобное. Что я имею ввиду? Давайте возьму одну из систем и разложу ее. А этот концепт вы наложите на остальные самостоятельно. Итак, возьмем обучение как процесс познания, восприятия и воспитания для дальнейшего применения его на практике. Сколько есть систем обучения, которые утверждают, что та или иная лучше всех остальных? Например, такие как зубрежка, система мнемопамяти, ассоциативная, практическая, когда информацию нужно сразу применять на практике. Огромное количество методов, названные именами их создателей. Ту же самую систему координат можно наложить на любую индустрию развлечений, науку, социальную жизнь, психологию человека, людские отношения, религию, взаимодействие природы. На все. Абсолютно на все. Так что же может являться истиной? Судя из того, что мы с вами поняли, ничего. Но в то же время все может стать истиной. Все относительно, но в то же время это утверждение не является абсолютным и делает самоотносительность утверждением. В итоге, все, что вы хотите понять, осмыслить, прожить, это всего лишь ваш выбор, кусок той или иной реальности абсолюта, не являющийся стопроцентно верным, но и не стопроцентно неверным решением, утверждением той или иной системы жизненных целей, пониманий и рассуждений. Окей, грузить я люблю. Я задам последний вопрос. На что тогда не влияет все то, что, казалось бы, является ложным и временным? А это наш личный опыт, которым мы проживаем внутри, как духовный опыт, который сложно определить в рамке и понятии. Вы просто знаете, чувствуете и ощущаете его. Вы не сможете объяснить и передать его, потому что тогда это будет ограничение возведения его в определенную концепцию. Это опыт, который не даст вам чего-то ценного. Он даст вам точное понимание, что этот абсурд и есть ваша жизнь. Какой бы она ни была, смысл и концепции вы придумываете сами, и только вам дано понять, каково это быть вами, каково это быть собой. Это и есть ваш оригинал жизни, ваша абсолютная истина.